Отвечаю на ваши вопросы по теме Таро. Следующий вопрос. Как можно работать с колодой, которая именно для себя? Как можно её использовать? Вы можете её использовать для каких-либо проработок. Например, вы хотите проходить какие-то ситуации. То есть не только делать какие-то прогнозы, например, для себя на будущее, прошлое просматривать. Можете работать, кстати, с прошлым, можно работать даже с прошлыми воплощениями. Можно работать с будущим, с настоящим, то есть с любым временным периодом. Можно прорабатывать какие-то ситуации будущего, например. Можно рассматривать какие-то ситуации выборов. Делать какую-то психологическую работу, то есть проработка каких-нибудь своих качеств, блоков. Страхов и прочее. То есть использовать их как психологов. Можно, кстати, с Таро работать как с ассоциативными картами. Тоже раскладывать какие-либо ситуации. Можно вообще просматривать любые ситуации. То есть выбирая, например, героев ситуации. Ну, что-то наподобие расстановок делать. То есть вариаций очень много в работе с собой. Поэтому, опять же, чувствуйте, что колода вам может дать, чем она может быть вам полезна. Как вы можете к ней обращаться за помощью. Как вы можете использовать этот инструмент для работы с собой. Вариаций просто масса. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...